Всем привет! Нур-24 представляет, что вы посмотрите в кино на этой неделе. В этот киночетверг вас ждут 4 кинопремьеры от российских кинорежиссёров и 2 от заграничных авторов. Поехали! А давайте сначала разберёмся с доевшими до нас импортными новинками. Одна из картин выходит в России с весомым запозданием. Через 5 недель 100-тысячные британские войска обрушатся на южные побережья Сицилии. Но, к сожалению, нацисты в курсе наших планов. Устроим Гитлеру унизительный розыгрыш. Надо убедить немцев, что наша цель – Греция. Операция начнётся в Испании. На берег выброси труп. При нём будут секретные документы. За границей её посмотрели ещё в прошлом году. Вторую, наоборот, у других странах запустят только в конце июня. Фильм «Операция мясной фарш» вышел в мировой прокат ещё в ноябре. Но дождаться этой кинопремьеры на российских экранах точно стоило. Картину критики единогласных валят. Это реальная история об информационной войне во время Второй мировой. А конкретно о том, как один мёртвый спас тысячи живых. Вторая заграничная новинка – это американский ужастик «Крио». Его прокатная кампания начинается с России. Так что мы первые можем увидеть историю об учёных, очнувшихся от долгого «Крио» сна в странном помещении. И в этом пробуждении мало приятного. Кто ты? Кто они? Мы не знаем. Вообще. Кто-то пытается всех нас убить. Тот, кто нас разбудил. И кто открыл «Крио» камеры? Сейчас он в этой комнате. Откуда ты знаешь? Это я их строил. Если бы «Крио» камеры вышли из строя, мы бы уже погибли. Я думала, эксперимент сработает. Просто не думала, что всё будет вот так. Теперь к российской киноиндустрии. Здесь тоже не без военной тематики. Ещё одна история про Вторую мировую. А точнее, про Великую Отечественную войну. Фильм 1941 «Крылья над Берлином». Это масштабное кино о подвиге советских лётчиков в самом начале Отечественной войны. Тоже основанное на реальных событиях. Авторы указывают, что обращались к архивам и экспертам. Но также опирались и на внутренние ощущения правды или вымысла. 36 бомбардировщиков готовы к длительному перелёту. А если полёт на высоте более 6000 метров? Уверена, что все могут такое выдержать. Долго придётся лететь? Долго. Будем бомбить Берлин, ребята. Ещё один фильм, отправляющий нас в прошлое, но не такое далёкое и трагичное, это семейная комедия «Артек. Большое путешествие». Дети из 2021-го загадали желание у волшебного артековского дерева и перенеслись в 1988 год. Локация та же. Советская версия Артека. Ребят встречает вожатый Галустян. Пух не первый раз Миша надевает пионерский галстук. Кто не помнит, ищите в интернете по запросу «Галустян. Пионерский хор». Ну а тут вот что. Какой сейчас год? Год юбилей комсомола. Стоять. Вы из какого отряда, а? Или Б? Папа был в Артеке в это время. Так и наши родители в Артеке познакомились. Побежали их искать. Чтобы вернуться в будущее, дети должны помочь своим родителям. Слон деревенский. Нашу айс тут, фиф, городская. Походу, наши. У тебя талант. А чё ты на Ютуб не зальёшь? Чем зальёшь? В фильме много звёзд российского кино и постоянных участников картин типа «Ёлки». А одну из главных детских ролей играет 14-летняя блогер-миллионник Лиза Анохина. Может, вам или вашим детям это о чём-нибудь говорит. Следующий фильм тоже комедия. «Отчаянные дольщики». Сатира о реальных проблемах с недобросовестными застройщиками. Кстати, сейчас такое строительство запретили, поэтому смеяться на ситуации стало намного легче. Хотя тех, кто так и остался с котлованом, вместо квартиры по-прежнему немало. И это вот моё окошко, откуда я буду пилить вам сторисы. Так вы будущие соседи. Какая-то в подушах. Прошёл уже целый год. Олег Статский так и не продолжил постройку ЖК «Верхний-Нижний». А дальше они его избили, украли, таскали по сараем и, похоже, даже палец отрезали. И, в общем, опять какая-то российская вариация на тему Тарантино и трэш-комедии. Мультик. По трейлеру у меня полное ощущение, что это что-то среднее между «Аленьким цветочком» и «Шреком». Можно ещё добавить щепотку «Красавица и чудовище». Кажется, именно по такому рецепту приготовлен мультик «Бука. Моё любимое чудовище». Что? Где? Ты кто? Я царевна Варвара, дочь царя Елисея. Похитили Варвару. Кто? Известно, кто. Бука! Бука, я слышу, Бука. Бука? Бука знаешь? Ща узнаешь. Это всё, что выходит в премьерный четверг. А 1 мая в воскресенье в кино очередная новинка – мультик «Суворов. Великое путешествие». Вот такой подарок ко дню труда. Изучила для вас киноафишу Свет Данилова. Увидимся!